Приветствую вас. По моему мнению, вы в своем вопросе, в тексте своего вопроса, допускаете несколько ключевых ошибок, которые вполне возможно являются следствием ваших неверных установок и взглядов на жизнь, на себя саму и на что-то происходит вокруг вас. Если вы запутались в своей жизни и не знаете, какое решение вам принять, то, соответственно, здесь речь идет исключительно о том, что вы находитесь в состоянии апатии. То есть вот еще немножечко времени пройдет, а вы в этом своем состоянии побудете чуть-чуть еще, и у вас начнется апатия. Апатия, апатия, апатийное состояние, это состояние, при котором не хочется вообще ничего, совсем. А в состоянии апатия человек депрессивен в том плане, что его функции снижаются, он мало что чувствует, мало чего вообще хочет и мало о чем думает. Вот, понимаете, история какая? История, она на самом деле в этом, что на вас оказывает давление существенное количество, ну, скажем так, существенное количество сил, контрабежных сил. То есть с одной стороны вы чего-то хотите, это одно, с другой стороны вы чего-то боитесь, это другое, это другое. Как боитесь, почему боитесь, из-за чего боитесь, непонятно. Но у этого есть причины, у того, что вы боитесь, есть причины. И, соответственно, с этими причинами нужно что-то делать, обязательно. То есть сам факт того, что вы запутались, уже говорит о том, что на вас оказывается давление. Если на вас оказывается давление, то вы обязаны этому давлению так или иначе сопротивляться. А если вы вынуждены этому давлению сопротивляться, то вот вам, соответственно, и такое состояние, при котором вы чувствуете себя очень тяжело, вам плохо, вам сложно, вам негативно, вам тревожно и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Знаете, какая история? Поэтому здесь, здесь, значит, здесь, я думаю, что вам можно ответить вот так. Дальше идем. Следующий момент. Чтобы принять решение, надо не ошибиться, пишите вы. То есть вы хотите принять такое решение, чтобы не ошибиться. В общем и целом, опять же, в общем и целом, я вас понимаю. Я понимаю, что вы не хотите ошибиться. Я понимаю, что вы боитесь ошибиться. Но, тем не менее, ошибка – это негативные последствия, а негативные последствия, возможно, всегда. То есть вы всегда что-то теряете, что-то вы приобретаете. Иными словами, здесь можно вставить вопрос о том, не идеализируете ли вы то, что происходит с вами. Не идеализируете ли вы вообще какие-либо решения, не идеализируете ли вы правильные решения. А если идеализируете, то какие желания вы в это вкладываете? Вы пишите, живу в городе одна, а подручки все разлетели замуж и перестали часто общаться. Ну, здесь, скорее, немного странная ситуация, не канадон. То есть если вы живете в городе одна, а подручки повыходили замуж, то что же они обязательно переехали из вашего города, что ли? Ну, это как-то несколько странный момент, на мой взгляд. Тем не менее, вам для чего-то нужно общаться с подручками часто. Вам для чего-то это нужно, вам зачем-то это нужно. А я предлагаю вам подумать зачем. То есть какая нужда стимулирует вас к тому, чтобы нуждаться в общении с подружками. Вот. Это такой, я скажу. Дальше. Значит, так. Так. Личная жизнь не складывается пока. По какой причине? Опять же, не складывается ваша личная жизнь. То есть, быть может, вы боитесь отношений. Быть может, вы просто не знаете, как вести себя мужчинами. Быть может, ситуация как-то еще складывается. Может быть. Может быть история такая, что вы по той или иной причине вообще отношений не хотите, или считаете, что они, ну, эти самые отношения негативные, потому что у вас такой опыт, скажем, взаимодействия с, ну, с мужчинами. Вот. То есть, обязательно нужно выяснить причину, по которой у вас не складывается личная жизнь. Это важно. Потому что, возможно, именно это одна из причин, по которой вы не можете принять решение. Далее вы пишете о том, что стали придержившими к работе. Тоже интересный момент. Может быть, вы не хотите работать. Может быть, вас выучали работать. Может быть, у вас какое-то отношение к работе сложилось совсем неправильно. То есть, здесь тоже нужно разбирать, откуда здесь комфорт, почему придирки и так далее. Скорее всего, придирки – это защитный механизм для того, чтобы не брать на себя ответственность. Вопрос в том, почему эта ответственность стала вас тяготить. Далее. Вообще, все на исходе. Из-за чего? Что отнимает ваши цены? На что вы их тратите? Тут недавно друзья предложили переехать к ним в Петербург, и я в раздумье. Вы понимаете, переезд в другой город – действительно очень такое хлопотное, значимое, стрессовое событие. И вам нужно точно знать, куда переезжать, куда вы переезжаете, к кому, где будете жить, как, чем и так далее. Поэтому здесь я рекомендую вам на пару дней в Северный Петербург посмотреть все обстоятельства, посмотреть все условия, обговорить все детали, и потом уже принимать решения. Потому что так впустую – это бесполезно абсолютно. В то же время хочется сменить обстановку окружения и собственные мысли. Собственные мысли вы не смените, потому что они будут с вами, вам нужно изменить отношение к своим мыслям, и в результате изменятся они сами. То есть, по сути, нельзя воспринимать переезд, как побег. Далее. Откуда-то появился страх к переменам. Ну, страх к переменам – это, значит, страх к переменам связан с тем, что вы получаете, благодаря своему текущему состоянию, какая-то выгода есть у вас. Например, одним из видов выгоды может быть нежелание, опять же, брать на себя ответственность за принятие какого-либо решения и возможность чувствовать себя вот в таком потерянном состоянии. Настолько привыкла к своей скорлупе печатевы, что порой, думая о переезде, рисуются неудачные образы, что в другом городе будет сложно и не сложно, как эти страхи побороть. А что именно будет сложно, Эльвина, что именно не сложно в другом городе? Постарайтесь как-то вот более конкретно визуализировать то, что вас страшит. Пока я вижу только то, что вам нравится это вот ощущение, что вы несчастны, что вас все не устраивает, потому что это позволяет вам периодически высказываться довольно агрессивно, экспрессивно и негативно по отношению к окружающему вас. Если вы переедете, там будет все новое, это право у вас не будет, и, соответственно, вы будете испытывать нервозность и тревожность. Пока я вижу такой расклад, но для того, чтобы минимализировать какие-то неожиданные сюрпризы и так далее, вам нужно съездить на пару дней в Петербург и обо всем друзьями поговорить. Кроме того, друзья сами должны прекрасно опознавать ответственность, которую они на себя берут, приглашая вас переехать в другой город. Поэтому мне кажется, что здесь есть некоторая опасность в том, что эти друзья могут перестать быть друзьями, если вам что-то не понравится в процессе переезда. Поэтому вы тоже подумайте, стоит ли связываться именно с друзьями в контексте своего переезда, и если вы заходите переехать, то, может быть, лучше вам это устроить с самой. С другой стороны, если вы отклоните предложения друзей, а сами все сделаете, это может их обидеть. Поэтому здесь, мне кажется, только нужно смотреть, исследовать, проверять и так далее. Других вариантов нет. Поэтому мне сейчас видится следующий аспект, наиболее приемлемый для вас. Можете съездить на пару дней в Петербург, посмотрите, с чем вы имеете дело, и потом, когда поставите свое мнение, с этим мнением уже можно будет работать, в том числе и в контексте вашего страха, в том числе и в контексте всех остальных проблем. Но перед переездом я рекомендовал бы вам проработать и то, что у вас не вкладывается личный вид, и то, что у вас возникают придирки к работе, и то, что у вас на исходе силы. Потому что все эти проблемы вы перенесете в новый город. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.